В С5 предназначенный круг, в общем, ветер гуляет около черного... Олег, кстати, в свою очередь, ход G3 всегда надо подсматривать, да? То есть, допустим, забрали-забрали. Ну, мне кажется, он даже не может быть ферз через гетки и поверну осенью. Ну, может быть, это ферз 2 классический. Ну, тут вот надо сводить. Ну, вот я на 6, наверное, просто такой C5, там, где заводим своим, да? Ну, и G3, наверное, с интересными людьми. Даю подсказку, друзья. Оценка компьютера плюс 3,5 пешки. Плюс 3,5 пешки, скорее всего, человек просто проиграл. А нет, а знаете, какая идея идет? Не конь C5, а сыграть все-таки вот здесь плечик двигает ферз на А6 уже проникает сейчас. Ну, вот, вот, где и в этой связи он сыграет? На E5, D6, D4. Ну, вот, на ладе E8, D4. И на ладе D6 тоже D4. Вот, на любой круг черный, который рассматривает на компьютере, играем D4, и ферз с E2 идет на А6. И дальше такая игра. Ну, давайте я посмотрю, как вот G3 проверяется. Просто ферзь B2. Просто ферзь B2. Но дело в том, что взять, наверное, два стэпа, который использует бунт, из черных взяток, потом белый ферзь B2 будет рассеркать, и она опять их черных взяток отлечет. И так у белых просто выигранная позиция, что они делают. Просто выигранная. И они же подключаются к бодке у нас. За страшную всюду. За страшную. Ну, выигранная какая-то компьютерная оценка, и все-таки человеку... Тяжелый спрос. Точно неизвестно. То есть, наверное, G3 считает, что у него хорошая позиция, но то, что у него выигранная, я думаю, неизвестно.